Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за это особенное время. Время полноты Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Ты, Господь, в этом служении. Духом Святым разговариваешь с нами. Мы желаем укрепляться в вере и в радости в Духе Святом. Благослови. Благодарим Тебя за то, что мы уже услышали, то, что мы пропели и услышали в песнях. Прославляйся, Бог наш. Во имя Твое драгоценное, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мне понравилась эта молитва, которой молились наши бакинские братья и сестры. Целый год оставаться в Питере. Добро пожаловать. Билет в один конец. Такие молодцы. Я исказил, исказил, конечно. Но так здорово, что вы приехали. Мы очень рады вам. Слава Богу. Давайте похлопаем. Бакинцы, встаньте, пожалуйста. Две трети зала. Какая красота. Садитесь, пожалуйста. Колпинов. Встаньте, пожалуйста, из Колпина. Еще ползала. Замечательно. Затем из Москвы. Кто из Москвы? Молодцы. Садитесь, пожалуйста. Мне бы хотелось сейчас поднять тех, кто служил во время конференции. Такие замечательные люди. Ой, какие. Пожалуйста, все те переводчики. Во всякий. Зав складом. Зав едой. Пожалуйста, все остальные певцы наши. Давайте встаньте. Очень хорошо. А Эльдарчик почему не поднялся? Он руководитель детской программы. Здорово. Мне очень понравились вступления, которые были сказаны. Давайте я некоторые мысли скажу, повторю. Фраза хорошая. Какие вы счастливые. Так и есть. Мы не теряем. Небеса пополняются только лишь теми, кто верит в Иисуса Христа. Ветхозаветные праведники, они пойдут после последней седьмины. То есть, после великой скорби мы с вами все время пополняем. Все время. Никого не теряем. У нас надежда великолепна. У нас надежда великолепна. И причем эта надежда, она сбывается у каждого из нас в жизни, уже когда мы живем. Аминь. Здорово. Следующее у пастора Братцева было. Новое вино. Пьем питье Божье. Ободряемся Господом. Во все времена благословения. Плещемся в благодати. Какая великолепная. Давайте поаплодируем. Где бы вы ни плескались. В Черном море, в Балтийском, в Северном Ледовитом океане, в пустыне Сахара. Вы везде плещетесь. Мы с вами плещемся в благодати. Правильно, Сергей? Сергей Михайлович. Вот, молодец. Он соглашается. Все в порядке у нас. Наш Господь царствует. Великолепно. Кто знает об этом? Только мы. Верующие в Иисуса Христа. И у него, в его царстве, особенный престол, трон. Которому мы, он все время нас ободряет, чтобы мы приходили. Никто не отлучит от его любви. И мы на этом празднике, на празднике благодати. Замечательно. Пастор Ильгар. Я раб Божий. И так здорово. Я лично, по своей воле, остался в этом рабстве. Нету лучше хозяина, куда мне идти. Потом эта фраза. Фарисеи – это были люди, отделенные от людей. А посланные – отделенные для людей. Пошли нас. Давайте похлопаем. И сейчас интересное слово. Оно было навеяно многими словами. Но вот одна из последних мыслей, которые я получил. Вы получите эти буклетики в конце. Это мысли пастроматия. И вот одна из них. Самый лучший ответ. Самый лучший и самый краткий ответ на все наши вопросы. Почему? У кого бывают такие вопросы? Почему? Этот ответ короткий – Бог. Чем дальше вы уходите от него, от Бога, тем длиннее и сложнее становится ваш ответ. Наш ответ. Если с Богом, то все содействует ко благу. Все содействует. Мы с вами видим в жизнях героев веры. И мы видели, через какие сложности они проходили. И как Господь благословлял их. Потому что Ему нужны были те, которые пойдут на передовую линию. С теми, с кем Он себя также отождествляет. Итак. Самый лучший и самый краткий ответ – это Бог. Псалом 60, 3 стих. Кто знает царя Давида? Или Давида просто. Поднимите, пожалуйста, руку. Да это же наш родственник. Это же из церкви Великая Благодать. Смотрите. Псалом 60, 3 стих. И давайте мы это вместе прочувствуем. Начнем с первого стиха. Начальник ухора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, Внимли молитве моей. От конца земли взываю к тебе В унынии сердца моего. Ну, давайте поставим точку здесь. У вас по-другому там стоит. Это крайняя степень состояния, когда человек находится в самом себе. Это Давид. И он верующий. Он тот, который знает, как наслаждаться Богом и как укреплять. У каждого из нас могут быть такие моменты. И этот момент иногда может быть охарактеризован тем, что наши силы подошли к завершению. Наши собственные силы. Это уже хорошо. Когда наши силы подошли, то мы просим, чтобы его силы были. И как раз он об этом говорит во второй части третьего стиха. Возведи на скалу для меня недосягаемым. Давайте похлопаем. Понимание того, что он и только он способен нас перевести из плоти в дух, из состояния того, что я не могу, я сам ничего не могу, в то, что он сделает и наделит нас удивительной силой. Это то, чего мы с вами ищем. И если мы в своей силе пытаемся чего-то достигнуть, то обученные мы говорим, «Нет, Господи, я на это не способен. Я не соперник тебе в себе. Я хочу, чтобы ты это сделал в моей жизни». Почему? Да потому что Библия так говорит. В послании к Галатам, 2 глава, 19-20 стихи, «Я сораспялся со Христом», говорит апостол Павел. «И вот она, моя жизнь, и эта жизнь намного лучше. Это жизнь, которая наполнена его путешествием благодатью». Несмотря на то, что апостол Павел в его жизни были колоссальные потрясения, но интересно, что в этих потрясениях он не шел на поводу у своего собственного эмоционального отчаяния, он ожидал от Бога. И он ожидал, как здесь Бог проявит себя. И поэтому он готов был, чтобы это притеснение даже еще больше продолжалось и усугублялось, потому что ему было непонятно, как же здесь Бог проявит себя. Понятно, да? Вы так тихо закивали, что на краешке земли стою. Что ты там сделаешь в моей жизни? А он сделает. Он сделает. Поэтому, когда его в 19 главе, по-моему, это книги деяний, когда его избили прилюдно на площади римского гражданина, он не заикнулся, что вы делаете. Это противозаконно. Его бросили в карцер, он не сказал, я римский гражданин, что вы со мной делаете. Когда было самое мрачное время этих суток, это полночь почти, и взяли они силой его спутникам, запели песню. И зашаталась вся тюрьма. Пришел стражник, начальник, наверное, этой стражи, и когда он увидел, что все двери этих камер открыты, он понял, что ему теперь конец точно. Он хотел убить себя. И вдруг слышит голос. Это был апостол Павел, который говорит, не делай себе ничего. Для апостола Павла было понятно, вот для какого момента он остался. Вот для какого момента он ждал этого явления, что Бог сделает в его жизни. Потому что, например, когда вы едете в какую-то миссию, а всякая миссия это не какая-то, а это доблестная миссия, он посылает, и он будет являть себя, вы прибегаете к молитве почти на каждом шагу. Потому что вы не понимаете, что происходит. И когда вы молитесь, через некоторое время все эти события начинают осуществляться. «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». У каждого имеется такое желание, только побыстрее просите о нем. Не пытайтесь самому взобраться на этот уровень. Не получится. Своей силой будет только лишь подмена скалы. А наслаждение и радость они будут только лишь в Господе. Там будет и покой. Но давайте посмотрим, как этот покой приходит. Евангелие от Луки 12 глава 2 стих. Иисус Христос разговаривает со своими учениками и преимущественно это были рыбаки. Вы когда-нибудь разговаривали с рыбаками? Такой задушевный разговор получается. Правда? Если настоящие рыбаки, а это были настоящие рыбаки, то кроме рыбы они ни о чем не говорят. Если вы разговариваете с настоящим таксистом, то кроме такси он ни о чем не говорит. и так далее. В разной профессии можно было его перечислять. Это в общем-то так и есть, что знаешь, что о том и говоришь. Иисус разговаривая со своими учениками, смотрите, что он сказал им. я, наверное, не ту ссылку записал, но анализ Евангелия от Луки не бойся малое стадо, ибо Отец Небесный для вас приготовил Царство Божье. Малое микрон, то есть вообще если мы возьмем наше понимание, то вообще его не видно. Это стадо. Но мы с вами понимаем, сколько бы нас не было в церкви, мы те, для которых уже приготовлено Царство. И в этом Царстве есть Царь. И у этого Царя есть престол. Этот престол описывается в послании к евреям, 4 глава, 16 стих. Это престол такой. Он сидит на престоле, и этот престол называется престол благовременной помощи, благодати и милости. И кроме того, он знает, какие мы, знает, какое-то малое стадо. Он знал этих рыбаков. Из этих рыбаков, ну там из десяти рыбаков, один только был такой, все время рвался вперед. Как его звали? Петр. Он был настолько импульсивный, ну просто подарок для Иисуса Христа. Что он не скажет, Петр, я здесь. И мы видели, как он ошибается, мы видели, как он точно говорит, причем, когда он точно говорил, это не он говорил. Послание Якова, первая глава, говорится о том, что всякое даяние, доброе, оно приходит с небес. Меня это так утешает. Всякий раз, когда мы с вами говорим, Господь Иисус, даже вот это, казалось бы, привычное, только для нас это по-другому. Мы это говорим Духом Святым. Всякий раз, когда мы мурлыкаем, мурлычим песню христианскую, это Духом Святым. Потому что другая песня, это была бы от мира, от другого Духа. Но у нас с вами сердце переполняется благодарностью, и это все совершенно в другом мире, и который нас ободряет. И мы находимся в этом престольном зале в Духе Святом, и Христос говорит, смелее, смелее. Там мы думаем широко и думаем очень далеко. Но потом, когда мы говорим, то мы говорим усеченно. Послание к Ефесянам 3 глава 20 стих говорится о том, что но Он, когда Он откликается на молитву, то Он дает нам намного больше, чем мы думаем и чем мы просим. Да настолько намного больше, что мы порой можем сказать, А я вроде бы за это не молился, а Он тебе дает еще больше, еще больше. И в конце концов мы понимаем, что лучше проводить время в общении с Господом, благословлять всех людей, благословлять тех, кто вам нравится и тех, кому вам не нравится, тех, кто ваши друзья и тех, кто может быть на грани фола благословляем. Нам так нравится это, потому что мы находимся в том месте, где Господь нас успокоил и Он призывает еще теснее и ближе подойти к этому престолу милости и благодати. Первое время, когда мы с вами обучались молитве, то она была быстрая. и посмотреть на часы, ух ты, уже я пять минут молюсь. Через некоторое время и часу не хватает, потому что вы совершенно в другом миропонимании. Вы находитесь вместе с Господом, Он поставил вас уже на эту недосягаемую скалу и высоту. Филиппийцам четвертая глава. очень интересный стих. Апостол Павел пишет это послание и можно было бы сказать, зная контекст, откуда пишется послание и глядя на текст, вы обнаруживаете Дух Святой ведет апостола Павла, или же он лицемеет. апостол Павел Павел находясь в тюрьме пишет о радости. Он знает, что вполне возможно он так и не дойдет до Филипп. Он пишет о радости. Он получает известия из церкви филиппийцев и известия не особенно хорошие. Те две евангелистки, которые вместе когда-то евангелизировали и все так было хорошо, разругались между собой и Водия и Сентихия. И он пишет это письмо, ведомый Духом Святым, нет никакого слова осуждения, есть слова назидания, еще раз хочу повторить, нет никакого слова осуждения, а есть слова назидания. Почему нет осуждения? Да послушайте, если нас осуждать, то мы так и будем осужденными. А задача Духа Святого, чтобы мы носители Иисуса Христа были переведены на другой уровень, и он нас ободряет. И из этого положения ободрения, второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 4 по 7 стихи, мы с вами начинаем понимать, да, у меня есть внутри, в моей голове, в моем уме, имеются определенные крепости, которые не построил я, но которые там сотворил враг. и через эти крепости я могу неправильно что-то воспринимать. И Дух Святой нас поднимает, и он поднимает в радость в Духе Святом, и через некоторое время прикасается к этой крепости. И мы думаем, да, конечно, она мне вообще не нужна. Этот стереотип, который был, я отказываюсь от него. Почему? Потому что в Духе Святом, в любви и благодати Бога нам до того приятно, что те крохи, которые были, какие-то эгоизмы или еще сравнения, там, соперничество, недовольство, зависть и чего угодно, они изымаются Духом Святым. В 26 Псалме Давида в 4 стихе говорится удивительная вещь. Одного я просил у Господа, того это я только ищу, чтобы мне пребывать в Доме Господнем. Смотрите, какая здоровая. Это же вот и есть скала, на которую Бог поднял его. Слушайте внимательно. Одного просил, чтобы мне пребывать в Доме Господнем во все дни жизни. Одного просил, во все дни жизни. Вы слышите, да? Как здорово! Один раз попросил, и все же, все дни жизни я хочу с тобой быть. И Господь отвечает на такую молитву. И там говорится, чтобы пребывать в храме твоем, и слово пребывать на иврите, это обозначает также и вспахивать. когда вспахивают почву все сорняки и так далее. Поэтому, когда мы с вами находимся здесь в собрании святых, Бог делает вспашку в нашей жизни. И когда перепахивание идет, то мне незачем над теми сорняками дрожать и хранить их. Мы становимся великодушными. Мы становимся христовыми, которые любят прощать, потому что одно из, один из результатов благодати, самый главный результат. Посмотрите на крест. Что было? На кресте слова, молитвы Иисуса Христа были Отец, прости их. Я так думаю, что палач, который это услышал, он подумал, что-то невероятное слышал. Он должен был бы кричать прокляни их, а здесь прости. И я так думаю, если бы я был палачем, я бы тоже под воздействием Духа Святого обнаружил, так это он говорит и обо мне. Когда Варнава пришел в Антиохию и он был послан из церкви в Иерусалиме, потому что услышали такие добрые вести, которые шли о церкви в Антиохии, и он пришел посмотреть, что же там, там же язычники, да, там есть некоторые из наших дьяконов, которые были когда-то в Иерусалиме, и он приходит туда, и смотрите, как написано, он пришел и увидел благодать. Ну, давайте подумаем, а как ее можно увидеть? А? Пастор Нурлан, сейчас вот я покажу на пасторе Нурлан. Подойди сюда. Вот пастор Нурлан с кем-то разговаривает с пастором вот так вот с пастором Эльгаром. Я прохожу мимо, и он не заметил, что, он не говорит, ты чего толкаешься? В Антиохии. Он сказал, надо же, наши дорогие верующие спешат для того, чтобы передать. Чувствуете, что некоторых задело? Да не может такое быть. Может. может. Я недавно подумал, хорошо, что я пастор. Если бы я был директором, печально было в картине. Потому что спасибо большое. Извини, что я тебя толкнул. Потому что мы с вами учимся совершенно другой экономики. это экономика. Ходим и молимся друг о друге. Мы с вами возвеличиваем Христа не только в себе, но в другом человеке. Какая разница между мною и другим верующим? и во мне и в нем Христос. Моя задача заключается, как пастора церкви, заключается в том, чтобы поднять веру этого человека и передать ему в этой вере удивительное богатство, потому что я не чемпион благодати, я потребитель благодати, но я нашел это. И точно так же, как в своей жизни мы обучаем людей чему-то, так же и в церкви мы обучаем благодати другому уровню, скале для меня недосягаемой. И вот филиппийцам четвертая глава, ну давайте посмотрим с четвертого стиха. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Как здорово! Мы живем с вами в тяжелые времена. Таких времен раньше не было. Еще, допустим, если перекинуться в 70-е годы, ни интернета, ни компьютеров, ничего не было. Телефон, причем куда-то нужно было идти и разговаривать. Сейчас информации столько, и она просто завладевает людьми. И мы с вами являемся свидетелями того, того, что люди соприкасаются в этом мире, так как в этом мире. Очень интересная вчера я фразу прочитал Даниила Хармса. Падший человек не имеет направления другого, как падать еще глубже и глубже. и мы говорим Аминь. Сам не имеет. Мы рядом с этим человеком являемся теми, которые говорят, есть другое направление. И разговариваем, и сидим, и ему растолковываем. Он говорит, надоел, да правильно, я чувствую, что-то я с тобой много времени так. Давай завтра встретимся. Хочешь послезавтра? Давай встретим, наметим с тобой встречу эту. Мы служим, потому что мы знаем, с нами точно так же сидели наши пасторы, посланцы, эти рабы Господа Иисуса Христа, которые так любили хозяина своего, что переняли у него весь характер, и этим характером как раз служили нам. То же самое у нас. расставайтесь с особенностями падшего человека, и даже может быть чертами характера, которые вам очень нравились, но в Иисусе Христе абсолютно все замечательно. Да куда будет кротость ваша известна всем. Дальше Господь близко. Хорошая фраза. Правильно, Денис? Господь близко. О чем бы ни подумал? Господь близко. Насколько близко? Он в тебе. Он в твоем духе. Это особенность наша. Эта особенность привела к тому, что мы развиваемся в познании Господа Иисуса Христа намного быстрее, чем это было в Ветхом Завете с коленами Израиля. У них есть свое дарование. У них есть свое обожание, которым обожает Иисус Христос своих людей. Послание, вернее, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21 стих. Спасение от кого? От евреев. Каким образом? Через Писание. Как мы имеем с вами это Писание? Они пронесли его. Вы помните, что будет в небесном Иерусалиме? Кто будет жить постоянно в небесном Иерусалиме? Скажите. Мы с вами, с Иисусом Христом, да? Мы там живем, и отец там, и сын. Вот. Мы с вами живем. Но вход, будет 12 входов в небесный Иерусалим. И над каждым входом будет написано название колена Израилева. Они будут приходить к нам. Это будет замечательный праздник. Но вот основание этого Нового Иерусалима это имена апостолов. А вот название Бога, сидящего на престоле, должно произойти, должны будут произойти суды. Это четвертая глава книги Откровений. И он был подобен каким камням? Помните? Яспис и Сардис. Яспис это был камень первого первенца Якова Рувима. Как переводится Рувим? Вот сын. Это первенец. Сардис это был камень Вениамина. Сын правой руки моей. И вот сидит на престоле Господь Иисус и Отец и Сын и он обозначен бриллиантом и он эти два камня они находятся находились на Ефодии на Перстнике у первосвященника и везде эти замечательные этот замечательный народ следует оттуда они пронесли писание и в этом писании один из потомков этого народа Савл а также апостол Павел говорит в шестом стихе не заботьтесь ни о чем вот она скала для меня недосягаем не заботьтесь слово очень интересное меризмо на греческом языке это обозначает следующее что очень много направлений по которым человек идет это разделение его жизни когда мы сосредоточены на Иисусе Христе то заботы отпадают Евангелие от Матфея 6 глава 33 стих говорится ищите прежде царство Божьего и праведность его а остальное все приложится и можно было бы сказать как Марфа или Марфы говорят ну да конечно ну вот вы будем сидеть и ждать послушайте да вы пойдете и вы будете идти искать только в Господе и Господь будет приводить и людей и открывать определенные двери а если они закрыты те двери в которые вы стучите то нужно сказать Господи ты сказал если закрыты значит закрыты никто и я не смогу их открыть покажи мне твою открытую дверь не заботьтесь прославляйте Господа и прославляя Господа вы обнаруживаете именно эту истину и гора для меня недосягаемая и покой и отсутствие страха не бойся стада микрон Господь Отец благоволил дать вам Царство Божье не заботьтесь Римлянам 8 глава нужно помнить все в нашей жизни содействует ко благу все содействует невероятно все содействует а вот это все содействует одно время мы говорили ограничивали кроме греха а где вообще он нас нашел как он нас спас мы были в грехе и он нас спас мы с вами являемся теми людьми которых Господь несет и он везде нас встречает и когда этот мир начинает давить на нас то ли мы то ли мы отошли то ли мы вышли на передовую линию как его преданные и верные самое главное это то чтобы найти эту вертикаль Господи я твой и он с нами разговаривает все содействует Евангелие от Матфея 28 глава заключение мы с вами для нас это царство Божье оно является видимым для нас для верующих для людей в мире оно скрытое но открытость этого царства появляем мы с вами и тогда разговаривая с другими людьми то получается такая вещь как Александр Барсуков говорил помните его проповедь небольшая была а ты кто я небесный человек да ладно да ну действительно мы с вами у нас с вами большая часть нашего нашего времени в жизни сейчас идет именно в небесном понимании и утверждении и отождествлении в том числе я могу быть на краешке земли но там Господь Духом Святым обязательно найдет своего и будет поднимать оттуда и давать себя силы свои и силы которые он дает это силы чтобы его слово применять его силой пользоваться и это все будет обличено любовью спасенным умом Софранео а что означает спасенный ум или же воздержание только лишь то что Господь дает мы это с вами выбираем и мы все время находим в радости находимся в радости почему потому что это плод благодати это не плод наших успехов а это плод восхищения им в нашей жизни давайте в завершение еще одна цитата это первое послание к коринфянам коринфянам и 15 глава 10 стих где говорится я наименьший апостол Павел говорит я наименьший из апостолов но потрудился больше чем остальные впрочем и вот здесь это впрочем не я а кто же тогда благодать Божья дух благодати дух Господа Иисуса Христа который желает через нас любого любого из вас сидящих только как вы начинаете говорить об Иисусе Христе происходит совершенно другая скала и другой ответ самый краткий самый лучший ответ Господь Бог любит нас аминь отец наш небесный мы благодарны тебе за удивительное Евангелие которому ты обучаешь нас ты ведешь нас ты утверждаешь нас в нем благодарим тебя за эти слова истины и они так укладываются в нашу новую жизнь благодарим тебя за эту скалу которая действительно для нас недосягаема но ты Господь возвеличиваешь нас возносишь нас и приводишь на эту скалу мы благодарим тебя Господь за новое видение за новые чувствования новые мысли Господь новых друзей мы благодарим тебя за твою полноту которую ты открываешь может быть среди тех кто слушает эту проповедь по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа или может быть находится здесь в зале примите его в свое сердце и вы обретете удивительную совершенно другую жизнь в отличие от прежней совершенно другие чувствования и восприятия принимая Иисуса Христа скажите в вашем сердце простые слова дорогой Иисус я грешный человек прости меня спаси меня подари подари мне вечную жизнь научи меня твоему слову открой твою небесную скалу защиты общения благодати приведи меня в живую церковь благословляй люби прощай обучай во имя твое Иисус Христос я прошу и молюсь аминь спасибо благословю вас Бог давайте споем песню песню